здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего канала сегодня мы представляем видеообзор розы сапфир эта роза была выведена германской фирме фирмой tantal 2015 году может быть правильнее и называть зафир в основном как привыкли все называют и сапфир роза относительно новая пять лет всего и поэтому у нас она недавно нашей стране заявлено что шрап растет до метр двадцать метр тридцать у нас она на второй год выросла как полуплетистая два метра и наверное даже чуть больше растили мы ее два года ну затем отказались от ее выращивания как-то у нас она не очень прижилась в принципе у розы интересный холодный розовый сиреневый цвет выгорает такой совсем бледно-розовый практически белый выгорать ей приходится не очень долго потому что цветы держатся на кусту дня три не больше как-то быстро осыпаются опадают здесь вы видите молодые саженцы по саду в центре в хитском в июне наросли цветут причем в горшках в теплице может быть за счет тепла это тепличных как говорится условий но она совсем другая вот так она выглядит саду более махровая более наверное розовая такая насыщенная заявлено что цветет до трех четырех цветков в одном соцветии но в принципе саду она цвела наверно до семи восьми цветов на одном соцветии зато в горшках в контейнерах но действительно была фарфоровая полумахровая показывала свои тычинки и на одном побеге наверно до десяти а то и больше цветков расцветала одновременно в общем-то розу мы так и не поняли что-то нам она совсем не понравилось если в теплице в контейнерах цвела она хорошо то в саду вот кусты в принципе большие очень хорошо разрастались кстати довольно прямостоячие прям быстро выросли но цвели не очень обильно и притом при всем цветок мало держался буквально два-три дня и он уже осыпался возможно что этот сорт более для выращивания в южных регионах где потеплее там возможно он себя и покажет во всей красе ну так как сорт довольно новый пока еще отзывов нету из южных регионов община ниоткуда ну вот рассказываем как вот у нас какой опыт с ней прошел здесь можно видеть как они растут в контейнерах садовом центре как можно видеть цветение в контейнерах и цветение на улице отличается по форме и по цвету здесь вроде даже так очень симпатичные фарфоровые цветочки пускай полумахровые но довольно интересные листва глянцево-матовые зеленые кусты хорошо облиственны цветение повторное в основном двухкратное это в июне и в августе с перерывом в двадцатом году когда она у нас выросла до двух метров во время дождей конечно она плохо держалась требовала подвязки потому что куст постоянно разваливался ложились на землю обламывались практически побеги длинные ну плюс ко всему я говорила уже что цветок держится очень мало два-три дня и она еще одна из первых ну вообще практически единственная подцепила у нас черную пятнистость пока не пролили рядами угол земли вокруг нее никак не могли избавиться от черной пятнистости на этой розе плюсом можно отнести ее нежные довольно приятный такой средней интенсивности аромат зиму также сорт сапфир перезимовал очень хорошо в общем то роза наверное не для нашего региона а может быть и вообще не очень удачный сорт от тантау не очень большое количество у нас осталось с прошлого года саженцев ну вот наверное кому интересно может быть хочется приобрести эту розу можно будет приобрести но в дальнейшем мы ее больше размножать выращивать не будем сегодня у нас на этом все до свидания до новых встреч